Успенская 43, старый одесский дворик. Совсем недавно здесь появилось очень странное строение без окон и дверей. Местные жители называют его не иначе, как избушка на курьих ножках. В июле у флигеля дома, по сути подсобного помещения, поменялся собственник. Новый получил документы на реконструкцию квартиры, так это было оформлено. При этом начал надстраивать еще два этажа. Строительные работы буквально выживали соседей из их квартир. Председатель комитета дома Ольга Серенко жалуется, тяжелее всего было переносить сварочные работы. Мои окна и двери, через окна даже и двойные рамы там слышно. Прежде всего в стройке у них там и внутри, пока вот эта вся махина и выстроилась, была же сварка. Сварка невозможная, электросварка и такая сварка. Это было страшно. Просто я одевалась и уходила даже. Не выносит мой организм, давление поднимается. По словам местных жителей, собственник собирается обустроить хостел для приезжих. И это при том, что дворик является одним из пунктов на ряде туристических маршрутов. У нас вообще-то двор – архитектурная памятка Одессы. И у нас сюда во двор каждое лето, ну не каждое лето, но сюда заводили даже экскурсии и так далее. Вот представьте себе, придут люди посмотреть старую Одессу и увидят вот это чудо. Представляете? Никто ничего не может сделать. Тут люди все возмущены. Никто ничего не может сделать, чтобы прекратили эту стройку. Кроме того, люди переживают за свою безопасность. Ведь никто не контролировал строительные работы. Николай уверен, подсобное помещение не рассчитано на достройку еще двух этажей. Посмотрите на вот это строение, на курвих ножках, извините за выражение. Здесь вот закрыло людям и свет, и солнце там. Ну и само по себе, вы посмотрите. Это же построено, знаете, на чем? Это построено на подсобном помещении, у которого, скорее всего, даже нет фундамента. Это очень опасно, во-первых, строение. Никто же не проверял, как оно тут построено. На ситуацию уже обратили внимание в городском управлении ГАСК. Собственника штрафовали на 8,5 тысяч гривен. Чиновники будут добиваться сноса незаконной постройки. Заказчикам было задекларировано, что им будет произведена реконструкция квартиры шляхом подела на две окремы. По факту он отклонился от проектной документации и возвел еще дополнительные два этажа. Еще в 12-м месяце 2019 года нам это уведомление было отменено. Кроме того, притягнуто замовнику будильницы до административной ответственности. Надо на припись, что было усунуло порушение. На сегодняшний день проверяем предписание, подаем иск в суд в усносе. На данный момент стройка прекращена. Странная избушка продолжает стоять без окон и дверей. Репортер будет следить за развитием событий. Константин Гречан и Константин Нищерет, телеканал Репортер.